Движение без заторов и пробок. Мыр Махачкалы и Салман Дадаев решил проблему с пробками на мосту. Каким образом? Смотрите через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борьба в условиях санкции. В Москве дан старт второму турниру борцовской лиги Поддубного. Мэр Махачкалы и Салман Дадаев решил проблему с пробками на мосту. Временная разметка обеспечит свободное передвижение автомобилей. Такое решение было принято в ходе постоянного диалога в телеграм-канале градоначальника с махачкалинцами. С этого дня временная разметка позволит организовать движение транспорта по четырем полосам и избежать заторов при проезде через мост. В замену дорожного покрытия на путепроводе, соединяющем проспекты Петра Первого и Расула Гамзатова, откладывать, по словам городских служб, не было возможности, но возникшие пробки и заторы приносили массу неудобств автовладельцам. По мере выполненных работ будут переноситься временная разметка и дорожные знаки. Данная разметка позволяет увеличить пропускную способность со стороны Петра Первого в сторону Расула Гамзата, так как в первые дни во время проведения работ в часы пик утреннее время были большие пробки. По поручению Салмана Кадьяевича специалистам МБУ Махачкал-1 нанесена временная дорожная разметка и крайняя левая полоса со стороны Расула Гамзата, который в движении Расула Гамзата в сторону Петра Первого, который идет, организован в обратную сторону. После завершения первых этапов работы, когда будет проводиться второй этап работы, движение будет организован по крайней правой полосе со стороны Петра Первого в сторону Расула Гамзата. Работа будет проводиться с левой стороны, ближе к центру. Реконструкция моста в полном объеме будет завершена к концу октября. Корова стала причиной ДТП в Кумторкалинском районе, где пострадали 8 человек. Погибших в аварии, к счастью, нет. Водитель пассажирского автомобиля ГАЗ сбил крупную рогатую, которая находилась на проезжей части дороги. В результате машина опрокинулась в кювет. Водители-пассажиры с различными травмами доставлены в местную больницу. В Дагестане за месяц выявили 340 тонн зараженных овощей и фруктов. В частности, в товарных партиях в ходе проверки были обнаружены карантинные вредные объекты, такие как западные трипс, персиковая и восточная плодожорка. Под запрет попали свежие персики, нектарины, яблоки, салаты, айсберги, лоток, перец и сливы. В общей сложности проверку в ходе досмотра грузов на складе временного хранения «Виадук» в Маграмкенском районе и железнодорожной станции «Дзербент» не прошли более 20 товарных партий. Село в Дагестане газифицируют после обращения местного жителя к главе Дагестана. В апреле прошлого года житель аула Новый Мамрач Суримонстальского района в ходе прямого эфира с Сергеем Меликовым попросил оказать содействие в подведении голубого топлива до населенного пункта. Вы, наверное, те, кто внимательно его слушал, значит, там был целый раздел посвящен вопросам, связанных с газификацией регионов Российской Федерации, и Владимир Ильич поставил задачу, чтобы на сегодняшний день мы приняли меры для подведения газа до каждого двора. Вот это как раз та история, где, наверное, вот эта мера поддержки должна заработать. Для этих целей, как сообщает Министерство энергетики республики, выделено 45 миллионов рублей. Работы по строительству планируется закончить до конца этого года. Отметим, что в населенном пункте Мамрач проживает более двух тысяч человек. Нам, в отличие от селян, не приходится топить печь дровами, но отключение газа на четыре дня вызвало у многих дагестанцев недовольство. Однако, как пояснил глава Дагестана Сергей Меликов, отключение газа – вынужденная и обязательная мера, и связанная с переключением 10-километрового участка магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Оползневые процессы на старом газопроводе могли бы рано или поздно стать причиной аварии. При этом важно завершить работы на новой магистрали до наступления отопительного сезона, цитирует прислужба главы Дагестана. Возобновить поставку газа «Газпром» «Трансгаз» «Махачкала» планируют согласно утвержденному графику 14 октября в 18 часов. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Жителю Ливашинского района вместо светящейся люстры теперь светит тюремный срок. Полицейские задержали 35-летнего похитителя потолочного светильника на рынке из Бирбаша. Мужчина в содеянном признался и рассказал, что совершил преступление в алкогольном опьянении. Похищенный товар возвратили владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Житель Махачкалы обманным путем завладел машиной соседки. Узнав, что она продает свое транспортное средство, он уговорил женщину отдать его в рассрочку. Чтобы усыпить бдительность владелица авто, злоумышленник первоначально заплатил 30 тысяч рублей, а после перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что позже он обвинял автомашину на другую, которую также впоследствии продал. Новые авиарейсы свяжут Махачкалу с Уфой и новым Уренгоем. Направление будет доступно с 16 ноября. Вылеты еженедельные по средам на лайнерах вместимостью в 100 пассажиров. Маршруты субсидируются из федерального и региональных бюджетов. Такие авиаперевозки позволяют пассажирам некоторых категорий, например, инвалидам и многодетным семьям, приобретать авиабилеты по сниженному тарифу. Для жителей Новолагского района мобилизованным и направляемым в зону СВО будут выделены земельные участки для строительства домов. Такая мера поддержки предназначена тем резервистам, кто действительно в ней нуждается. Новый двор спустя десятки лет ожиданий. Мэр Махачкалы Сталман Дадаев открыл дворовую территорию после капитального ремонта по улице Учительская, 13. Для жителей микрорайона это настоящий праздник. Они неоднократно обращались к городоначальнику с просьбой привести в порядок заброшенную территорию. Теперь во дворе предусмотрены места отдыха и игровые площадки. Здесь также появились беседка, скамейки, новое освещение и урны. Я гуляю часто с внуками здесь. Раньше здесь ходить, выходить невозможно было. Двор был в ужасном состоянии. Сейчас я выхожу, сажусь, хожу с внуками. Очень приятно даже ходить. Очень все красиво. Какие ассоциации у вас сейчас? Дети довольны? Очень довольны. Они сразу после школы сюда бегут. Очень даже хорошо. Я хочу сказать, кто этот двор сделал. Переходя к торжественной части, мэр Махачкалы подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию, продолжается ремонт ветхих и ведется строительство новых социальных объектов инфраструктуры. На самом деле я поздравляю этот двор. Долго вы к этому шли и очень правильно шли, собирали подписи, готовили обращения. Неоднократно обращались на мое имя, на имя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства с просьбой отремонтировать дом, потому что наш двор особенно нуждается в этом благоустройстве. Было в одном из обращений сказано. На самом деле я сейчас смотрю, огромное количество детей, которые радуются этому благоустройству, и ради них это стоило делать, потому что именно ради них мы живем. Сегодня и здесь мы будем ремонтировать дворы, мы будем ремонтировать школы, строить детские сады, которые в большом количестве в этом году Махачкале сдается. Пять детских садов мы сдали. В этом году у нас закладывается строительство восьми школ и еще в стадии подготовки правительной дагестации еще четырех школ. То есть Махачкала будет развиваться, Махачкала будет готовить будущее для наших детей. 350 миллионов рублей выделило правительство Дагестана на единовременные выплаты семьям мобилизованных и участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина. Напомним, ранее Сергей Меликов пообещал выплатить от республики по 100 тысяч рублей каждой семье в качестве поддержки. Средства для распределения выделены Министерством труда и социального развития региона из резервного фонда регионального правительства. Новая партия гуманитарной помощи для Донбасса была отправлена из Дагестана. Это более 20 тонн продуктов питания, сладостей, медикаментов и предметов первой необходимости. Сам же груз отправлен в Донецкую Народную Республику от имени главы республики Сергея Меликова. Напомним, что Дагестан входит в число лидеров по стране по объемам собранной гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Спрос на туристические услуги в Дагестане вырос на 30% за последние полгода. По данным республиканских властей, за период с января по сентябрь республику посетило полтора миллиона человек, что наполовину больше прошлогодних показателей. Однако, как сообщает глава профильного министерства и Мин Мирданов, наиболее популярными местами среди гостей все еще остаются Дербент, Сулакский каньон, Бархан-Сарыкум и Гунипский район. Ну а в следующем году власти ожидают очередной рекорд по посещаемости достопримечательностей региона. Борьба в условиях санкции. В Москве дан старт второму турниру борцовской лиги Поддубного. В соревнованиях по пяти видам спорта участвуют 50 дагестанцев. В числе участников будут и олимпийские чемпионы. Подробнее с места события. Курбан Рагимов. Три стиля борьбы, панкратионный грэплинг. В Манеже ЦСКА стартовал второй турнир Лиги Поддубного. Соревнования одновременно проходят на 12 коврах. Абдулашид Садулаев и Залбек Седаков – главные звезды турнира в Москве. Основное внимание публики в Манеже приковано к выступлению вольников. В условиях санкции ведущие мировые спортсмены вынуждены бороться дома. И такие события призваны дать им соревновательную практику. Курбан Рагимов. Курбан Рагимов. Победимая Ольга Рыжаккина. Местная ест играет. Просим на нас. Не бойся. Курбан Рагимов. Эти соревнования важны для нас в конце года. Скажем, из-за отсутствия больших стартов ребята вынуждены здесь выступать. На коврах не так много участников, но по составу в некоторых весах этот турнир не уступает главным внутренним стартам. Побороться за денежные призовые лиги подобного также приехали борцы из некоторых азиатских стран. Большой делегацией представлена белорусская сборная. «Учитывая все эти последние моменты, связанные с выездами за границу наших спортсменов, я думаю, что это очень хорошая идея создания такого турнира. И что есть возможность как у российских борцов, так для нас особенно, скажем, прикоснуться к самой, не побоюсь, наверное, этого слова, оно так и есть, самой сильной школы мира. Для нас это большой опыт. И то, что мы сегодня совместно проводим очень много соревнований, очень много проводим совместных сборов по всем видам борьбы, и это очень важно. Я думаю, что все плохое, все заканчивается, и в нужный момент я думаю, что мы будем готовы достойно выступить на международной арене». В стартовый день определились составы финальных пар во всех десяти весовых категориях. Не обошлось сегодня и без сенсаций. Так, Ахмед Усманов выбил из борьбы финалиста Олимпиады Магомед Хабиба Кадима Агамедова. Помимо Хасавиртовца, шансы на золото имеют еще семь наших спортсменов. Финалы пройдут завтра. В вечернюю программу второго дня турнира возглавит долгожданное выступление Абу Рашида Садулаева, который не выходил на ковер в 2022 году. Он проведет схватку против призера чемпионатов Европы Александра Гуштына. Кубан Рагимов, Магомед Белетханов, телеканал ННТ, Москва. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Сцен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин